На улице, в магазине и даже в школах русский мат можно услышать практически везде. Сегодня у студентов политехникума необычный урок русского языка. В день борьбы с ненормативной лексикой они рассуждают о нецензурной брани. Лукавят или нет, известно только им. Ну это, не знаю, мерзко, скверно. Вообще не матерюсь никогда. Можно сказать, в более мягкой форме без мата. Я негативно к этому отношусь и считаю, что это некрасиво. На уроке презентации показывают информационные слайды. Преподаватели уверяют, что материться вредно для здоровья. Способствует снижению интеллекта, провоцирует преступления, создавая иллюзию вседозволенности, обворовывает нас духовно, унижает и оскорбляет, но и впитывает в себя словесную грязь, калечит людские судьбы, приводит к раннему строению, старению и преждевременному смерти. Однако сегодня матом владеют даже дети и порой знают его куда лучше, чем правила русского языка. Даже проходя по улице, наблюдая за школьниками, даже очень маленькими, буквально начальными классами, слышишь, как они громко пытаются выразить свои чувства, свои эмоции с помощью мата. Но опять же в силу того, что где-то в семьях они это слышат, кто-то от других детей переносит из детского сада. Но вот, к сожалению, это для них показатель взрослости. Бороться с матом можно только собственным примером, считает заместитель директора по учебно-воспитательной работе политехникума. Говорит, если слышит, что кто-то ругается, никогда не проходит мимо. Если мы слышим мат, то мы не проходим мимо. Не важно, это в стенах учебного заведения, либо где-то на улице. Чем больше людей делают замечания, они проходят мимо. Не важно, подростки, это дети или взрослые люди. Чем больше делаем замечания, тем лучше. Если в кино мат запретили одним розчерком пира, то в реальной жизни добиться чистоты речи куда сложнее. Пока сами не поймут люди это, это бесполезно бороться. Это все в семье идет. Как воспитаешь, так и будет. Ксения Инозенцова, Влад Черноусов, Интера ТВ.